Здравствуйте! Сегодняшнюю лекцию, довольно ёмкую такую, я хотел бы посвятить тому, что называется трём основным, так сказать, уровнем культуры. Можно в каком-то смысле сказать её аспектом, но, наверное, лучше сказать уровнем. Это уровню эстетическому, уровню этическому и уровню религиозному. Вообще, обратите внимание, когда мы с вами говорим, собственно, о культуре, то в разных, так сказать, сообществах, на разных уровнях, то мы понятие культуры часто используем либо в том, либо в другом, либо в третьем, прежде всего, аспекте, ну, так, как я сказал, уровне. Ну, например, когда у нас говорят, ну, что ж, давайте-ка выделим денежки на культуру какую-нибудь, да, на развитие культуры, то обычно здесь у нашего, так сказать, условно сказать, правительства, руководства, ну, простите, колониальной администрации. Речь заходит о, предположим, каких-то вложениях в сферу там выставок каких-нибудь, театры развития, кинематограф, разумеется, да, вот, в такие сферы, которые мы можем обычно называть, как раз и называем сферой эстетической. Сейчас я по этому поводу тоже буду каждый сфер тоже рассматривать. Ну, когда мы, например, говорим о человеке, что он культурный, например, человек, да, что он приличный человек, может, как бы, действительно, действительно культурный, примерно в том смысле, как, наверное, обычно понимать слово культурный, не в том, наверное, плане, как его понимал Шпанглер, различая культурного человека от человека цивилизованного, да, цивилизованный человек, это как раз который соблюдает определенный, скажем так, условно говоря, этикет, да, в этом плане какие-то внешние формы сообщества, то общественной жизни, скажем так, социальной. Религиозный, то есть культурный человек, по Шпанглер, человек религиозный. А здесь немножко в другом, в обычном нашем, так сказать, в обывательском понимании, скорее, человек культурный, это человек, который соблюдает некие моральные правила, нормы, да, вот человек, значит, хорошо себя может вести, да, прежде всего это имеется в виду. Ну, он этикет соблюдает, но даже самое главное, что он этичен, да, вот. То есть, вот, пожалуйста, мы сразу берем этический аспект. Ну, когда мы, предположим, говорим действительно о культуре, наверное, в собственном смысле этого слова, вспомним давайте наше определение, которое мы с вами сформулировали в начале наших лекций о том, что культура – это своеобразная ценностно-смысловая система, определяющая, актуализирующая творчество человеком самого себя и сферы своего бытия. Вот, если мы обратимся вот к этому определению, то, конечно же, мы сразу же взглянем на ценностную матрицу, ценностно-смысловую матрицу, а она, прежде всего, укоренена всегда в религии. И когда, например, некоторые философы, тот же Шпенгер упомянутый, но и там Тойнби, например, который говорит о том, что всякому обществу, как он называет, как называют цивилизации, обычно лежит в основании этого некая культура, это Шпенгера, собственно, культура есть суть. Ну, например, русский философ, тот же Николай Трубецкой, тоже в том же ключе примерно мысливший, говорит о том, что, вообще-то, культура есть производная религия, ну, и флоренский тоже самое, культура производная культа. То есть, само по себе, мы, говоря о культуре, прежде всего говорим о религии. То есть, где у нас запакованы святыни, где у нас запакованы ценности. Вот, и в этом плане, как раз, наверное, где они у нас в форме, где они творятся. Давайте подумаем как раз о процессах творчества, опять-таки, возвращаясь к нашему определению. Вот, смотрите-ка, у нас же ведь культура, так или иначе, есть творчество, это творческий процесс, который актуализируется и определяется ценностями, смыслами соответствующими, и в соответствии с которым, конечно, задается определенное целеполагание бытия человека, да, всякое бытие общества, то здесь у нас первое, первичное творчество, это есть творчество святыни, если мы вспомним флоренского, да, а вокруг этих цветы, и, собственно, то, что можно назвать соответствующими ценностями, высшими смыслами, у нас так или иначе начинает собираться все остальное, как вокруг некий точек интенсивности, да, вот, и все символические порядки, символические ряды, там, и так далее. Само по себе вся, по большому счету, существование человека. Когда мы говорим об эстетическом, скажем так, моменте, то, конечно же, эстетика всегда в нашем, как бы, в современном смысле этого слова, конечно, предполагает некое творчество, некое художественное творчество, вот, она прямо вот на этом, как бы, изъезжается, по большому счету, а что же этика? А в этике у нас есть творчество человеком самого себя. Человек, сделая свой нравственный выбор, всегда творит, торит свой путь, и путь своей жизни, своего бытия, и тем самым творит себя. В этом смысле все, так или иначе, вот эти аспекты, или все уровни бытия человека, и, собственно, бытия культуры, они пронизаны творчеством, и пронизаны вот этим, то, что называется, высшими ценностями. Действительно, кстати, это важный момент, что то, что мы называем высшими ценностями и смыслами, они пронизывают всю эту толщу. Начиная, так сказать, эстетического пласта, я сейчас поподробнее скажу, что это за пласт, да, своего рода уровень, потом, собственно, касаясь пласта этического, и уже уходя, так сказать, вершин, или даже, можно сказать, корнями, это уж как посмотреть, наверное, в пласт религиозного, то есть сакрального, священного. Наверное, конечно, все идет оттуда, от сакра, от этих первичных святынь, так называемых, высших ценностей и смыслов, а потом они, собственно, перепронизывают всю остальную толщу, и так или иначе любое творчество, даже художественно-эстетическое, оно всегда, если оно действительно из творчества, да, которое предполагает полную концентрацию человека, его, так сказать, выплеск энергии, так сказать, фокусирование своей энергии в определенном, так сказать, направлении, оно предполагает вот своеобразное такое служение этим святыням, в любом случае. Вот. Ну и этический тоже выбор нравственный, он так иначе всегда зиждется на этой ценностной матрице. Так что, в принципе, да, и очень важно, конечно, здесь сказать еще одну маленькую вещь, конечно, что, банальную даже, в каком-то смысле, что человек творит культуру, да, и в то же время человек есть создание культуры. Вот. Человек как создание общества, общественной жизни, собственно, социокультурной системы, он есть создание этой культуры. Ну и сам он является и творцом, как бы, одного нет без другого. Ну а теперь, наверное, пойдем по этим вот этажам, так сказать, культурным аспектам, ну, можно сказать, уровням. Прежде всего, коснемся уровня эстетического. Я, кстати, почему выбрал вот эту именно такую трехуровневую схему? Наверное, в принципе, можно было бы какие-нибудь другие еще брать аспекты, ну, например, там какой-нибудь социально-политический, там какой-то, может, хозяйственно-экономический, что-нибудь в этом роде. Но, понимаете, когда мы говорим вот о человеке, да, как о творце культуры, культуры, и о человеке как, в общем-то, создание культуры, то есть сфера, в которой он, да, определяется, становится человеком актуальна, то в этом человеке, посмотрим на человека, собраны вот эти три, так сказать, уровня, по-всякому. Именно эти три, не какие-то другие. А все, что остальными аспектами жизни человека можно назвать, они так или иначе связаны с какими-то этими уровнями, так или иначе. Ну, первый уровень – это то, что называется чувственный, да, до банальности просто. Иногда его, можно, так сказать, соответствующими изменениями говорить, бессознательный, да, так сказать, используя фрейдовскую терминологию и последующих психологов, но и философ тоже, да. Потом можно говорить о следующем уровне, так сказать, уровне сознания, уровне разума, да, человека. Это об уровне, так сказать, этическом, где человек сознательный делает выбор, делает сознательный разумный выбор, да, условно сказать так, соответствующие изменения. Ну, и следующий уровень, уровень религиозный – это уровень, так сказать, сверхсознания, вот, уровень такого каких-то сверхчувственных идей каких-то, вот, чего-то, религиозной веры, какого-то, может быть, творческой интуиции и так далее. То есть, это уже уровень, действительно, так сказать, подниму, возвышающийся, собственно, над разумом, уровень, где, по большому счету, вот эта стихия творчества, свободы человека, наверное, в полной мере как раз, где человек находит свою самореализацию, в полном смысле этого слова. Но, так или иначе, человек как целостное существо представляет собой вот эти три уровня, которые целиком пронизаны вот это тем, что мы называем ценностями и смыслами, да, высшими ценностями, святынями теми же самыми, то есть, уровень религиозный, уровень эстетический, уровень этический. Здесь я бы хотел как раз обратить внимание на, прежде всего, на вот эту типологию, которую предложил в свое время датский философ Сирен Киркегор, такой философ, живший в первой половине XIX века. Наверное, я бы так даже так сказал, что Киркегор, наверное, мой любимый философ из западноевропейских. Вот, как-то он мне более близок, так своеобразен он очень, язык такой специфический, оригинальный. Вот, и как-то он не похож даже на типичного западноевропейского философа. Наверное. И в то же время, в свое время, это Киркегор, которого считают родначальником эгистенциализма, он не был, так сказать, понят. И только спустя, там, почти сотню лет после его смерти, ну, может, не сто, но, по крайней мере, там, три четверти века, только после вот этого, по прошествии этого времени, Киркегор стал популярен, ну, в хорошем смысле, наверное, да. На него обратили внимание, ну, видимо, затронул тогда вопросы, которые, и проблемы, которые в то время, когда вот он жил, они особо так не были актуальны. А вдруг вот, когда культура стала, как я уже говорил, покрываться трещинами, когда возникли проблемы человека серьезные, вот его личности, его существование, вот тогда стал востребован Киркегор. Проблема смысла. И как раз вот развился в Европе, в России то, что называется эгистенциализм. Вот, и Киркегор явился, вроде, притеч или родначальником, как понимать-то, собственно, трактовать можно и так, и так, эгистенциализм. Ну, вообще, это отдельная интересная тема, эгистенциальная философия, очень интересная. Не будем касаться, в данном случае я хотел бы коснуться вот такой темы, связанные как раз с учением Киркегора, его учением о трех типах людей. Ну, это довольно условное, конечно, развлечение, но вот по отношению к жизни, по отношению к какому-то, наверное, к смыслам, к ценностям, к своему существованию, как раз вот Киркегор выделяет три типа человека. И первый тип – это человек эстетический, это человек, собственно, который, как, кстати, пишет Киркегор, он такими иногда емкими, интересными мазками как раз обозначает всех такого, ну, с такого типа людей, он как раз и говорит о том, что человек эстетический – это человек, который определяется извне, но полагает себе единичностью. То есть вот очень интересная такая, кажется, такая несколько заумная фраза, но она абсолютно точная, он, кстати, использует здесь некоторые, скажем так, особенности гегелевской стилистики, гегелевского языка, но как раз чем хорош в этом смысле гегелевский язык сам по себе, что он довольно емок, и, можно сказать, в коротенькой, так сказать, в одном понятии, неком даже таком узелке понятию, он дает то, что нужно раскрывать на нескольких страницах. Вот здесь он как раз говорит о чем? Что человек, который определяется извне эстетически, это человек, который живет чувствами, да? Вот у него есть такое чувственное восприятие, он определяется и делает, совершает поступки в соответствии, живет, ну, в соответствии с чувствами. А чувства, естественно, определяются извне, да? Они всегда есть производные чего-то вне тебя самого, не твоего духа, собственно, да? Не твоего разума, не твоей свободы, вот это очень важно, да? А именно они определены чем-то внешним. У него даже в этом смысле, мне вспоминается еще одно высказывание Киркегора, кстати, в этом плане, очень довольно любопытное, что двери в счастье открываются, к сожалению, наружу. Вот, то есть в данном случае изнутри. А человек, который эстетически, он живет внешними чувствами. Тут же вспоминается, опять-таки, можно провести такую интересную аналогию с, помните, наверное, если читали, кто-то из вас сдавал, по-моему, исповедь Толстого, да? И там Толстой обнаруживает четыре типа людей по отношению к смыслу жизни, которые он не нашел сам. Вот, и поэтому пытался покончить жизнь самоубийством, но как бы ему это не удавалось. Он говорил, что я слабачок, мне не получается покончить жизнь самоубийством. И вот он говорил, что первый тип людей, и говорил таких большинство, это люди, которые даже не задумываются о смысле жизни, они просто живут, как живут, такой своей полуживотной жизнью, и о смысле жизни у них таких мыслей даже не возникает. И в этом смысле как раз по большому счету это каком-то соответствующее изменение можно назвать тех людей, которые выводят Киркегор в качестве человека эстетического. Но правда тут, возвращаясь, чтобы эту тему немножко прикрыть с Толстым, в данном случае, замечу, что Толстой там обнаруживает такое деление своеобразное людей на тех, кто никогда не задумывался о смысле жизни. Те, кто задумывался, второй тип это, те, кто задумывался и понял, что жизнь бессмысленна, но как-то отмахнулся от этой идеи, пытался ее закрыть и топить это все в удовольствиях, в оргиях и так далее, в забытии. Такой дионистический способ, слава богу, да? Вот, и третий способ это то, что называется, как он говорит, способ силы, то есть покончить жизнь самоубийством, поняв, что жизнь бессмыслится. И четвертый способ, который он, тип человека, который он причислял самого себя, это, собственно, поняв, что жизнь бессмыслится, поняв, что надо кончать жизнь самоубийством, но сделать это как бы духу не хватает. Правда, Толстой здесь, как мне кажется, не упускает из виду то, что вдруг кто-то обрел смысл, кто-то нашел его, задумывался о смысле жизни и нашел. Но это уже отдельный вопрос, который надо раскрывать, уже рассуждая, развивая свои мысли по поводу исповеди Толстого. Опять-таки, большая интересная тема. Ну, а если брать киркигоровскую трактовку типов людей на эстетического, этического, религиозного, то, да, я хотел бы заметить, то в этой трактовке человек эстетический, это человек, который как раз никогда не знал выбора, который определяется извне и который живет своими чувствами. Здесь хочу заметить, что киркигоровскую проблематику человекоэстетического и человекоэтического, ну, скажем так, раскрывает в своих ранних произведениях. Прежде всего, это его текст «Или-или», да, например. Вот, где он как раз, «Или-или», да, мы видим, что в самом названии уже есть у нас такая проблематика выбора поставленного. Это проблема человека эстетического, человека-этического. Но потом, кстати, киркигору уже выходит на проблематику человека религиозного, то есть третий тип, и развивает уже эту идею в своих более поздних произведениях, там, понятие страха, страх и трепет, например. Вот, и других произведениях, собственно, в послесловиях философским крохом и так далее. То есть само по себе это довольно-таки такой, что ли, серьезный сам по себе философский разбор, интересный, своеобразный, многогранный. Вот, что касается человека-этического, которого выводит киркигору в этом произведении, то это человек, как раз, который определяется выбором. Как киркигору так сам определяет, он говорит, что это человек, который является единичностью, то есть это единичность, определяющаяся в отношении к чему-то всеобщему. То есть, а что значит по чему-то общему? А что это общее? А общее это в данном случае некая моральная система ценностей. То есть человек живет, руководствуясь этой системой ценностей. То есть соотнося разумно вот эту систему ценностей со своими там чувствами, страстями, эмоциями, да, и делая на этом основании выбор жизненный. Вот, сознательно, но вполне возможно выбирая эти ценности как-то уже вопреки желаниям, страхам, страстям и так далее. Вот, это человек-этический. Вот, наверное, поведение человека-этического в каком-то смысле соотносится с тем определением свободы, которые, в общем-то, есть, наверное, в классической философии, которая обычно приписывается Спинозе, но я не буду утверждать, что это так оно и есть, что первым Спинозе его высказал. Но так или иначе, многие философы, там, представители немецклассической философии, те же самые, этим определением пользовались, что свобода есть познанная или осознанная необходимость. Хотя здесь, правда, есть некий нюансик такой очень интересный, что, понятное дело, что познанное и осознанное – это немножко разные вещи. Ну, понятно, что если я, например, просто некую необходимость познаю, то, ну, я ее познал и что? Здесь нету чего самого важного – моего личного осознания. Вот если все-таки переводить этот термин как осознанная необходимость, это определение, тогда здесь есть и познание, а к познанию этой необходимости я вот ее увидел, что есть такая необходимость. Но в данном случае мне нужно совершить еще некий экзистенциальный, так сказать, личный выбор по отношению к этой необходимости. Как мне поступить, если я ее осознаю? То есть, вот понимаете, вот эта тонкая грань познания и осознания, она вроде как, ну, ерунда. А в действительности очень тонкий момент. И мне кажется, что именно свобода, она, если мы говорим о свободе, то в данном случае мы должны говорить именно об осознанной необходимости, а не опознанной. Но это так уж, маленький нюанс. Пусть и маленький, но важный, конечно, да. Вот. И это свобода, свобода выбора. Это и есть, собственно, то, что называется свобода выбора. Кстати, вот наш замечательный философ и экзистенциалист Николай Александрович Бердяев, когда рассуждал о свободе, кстати, вот философ свободы, о чем мы уже не раз с вами говорили, рассуждал о том, что существует три вида свободы, или три, скажем так, уровня свободы, опять-таки, ее, можно сказать, такого своего рода проявления, реализации, раскрытия, может быть, вот, то он как раз вычленял то, что называется первый, так называемый, вид свободы, такая свобода негативная, свобода, как отрицание такая, которое можно соотнести, наверное, с уровнем эстетическим, да, с бессознательным, да, с такими, что ли, спонтанными порывами какими-то, вот, и которая коренится по Бердяеву в том, что называется, мечто, это вот, вот, он такую концепцию пытается онтологически вывести из учений Бёма и Эккарда, мейстера Эккарда и Эккаба Бёма, немецких мистиков, но это уже отдельная тема, тоже интересна сама по себе. Бердяев говорит о второй свободе уже более, так сказать, высокого уровня, это свободе как о создании необходимости, то есть, вот, об этой философской, так сказать, свободе выбора, да, и разумной свободе, но говорит это ещё, конечно, не то, что мы должны, то, что не есть такая подлинная высшая свобода, а подлинная высшая свобода, и это есть, как называется, свобода творчества. Эта свобода творчества, она как раз, по большому счёту, ну, конечно, так трудно соотнести с тем, что, казалось бы, называется религиозным, но, с другой стороны, почему бы нет, посмотрите-ка, ведь тот же самый, например, Павел Александрович Флоренский, который, уже не раз к этому возвращаемся, говорит, что первичное творчество, творчество святы, да, вот, как раз и, по сути, указывает на это. И сам Бердяев, помните, когда он говорит о том, что культура есть, как раз, объективация мистических переживаний, и опять-таки вспомним нашу мысль о том, что символ, есть мост перепрошенный от творческого акта, сокровенная последняя реальность, вот, сокровенная последняя реальность, она же укореняет сокровенная последняя реальность именно в том, что называется в порядках мистических, по Бердяеву, да, в порядках религиозных, в святынях, которые, в общем-то, творятся человеком. Вот, творятся человеком, и, собственно, из них исходит вот эта энергетика творчества. Первичное творчество, творчество святынь, а потом... Прошу прощения. А потом у нас уже, в общем-то, все остальное. Значит, собственно... Вот такая... А, кстати, и Киркегор тот же самый, он определяет... определяет человека религиозного, как человек, который является единичностью. То есть, есть единичность, определяющаяся, прошу прощения за некую, может быть, тавтологию, определяющаяся в отношении с Абсолютом. То есть, если этик, этический человек, он определяется в отношении с некой чем-то всеобщим, то есть, например, общественной системой ценностей, которая принята в обществе, то человек единий, то человек религиозный в отношении с Абсолютом. И это отношение, личное отношение. Глубоко личное отношение. Вот этическое отношение, оно выстраивается, может быть, даже какое-то соотношение с господствующей системой ценностей, морали, которая так или иначе укорена в религии, опять-таки, в неких, в общем-то, принятых религиозных правилах в обществе. Но когда ты сталкиваешься с Богом, со своей совестью один на один, вот здесь у тебя возникает уже твое личное отношение именно с Абсолютом. Это уже несколько другая вещь. И вот здесь у нас, естественно, тоже, как бы, самая глубинная вещь, наверное, раскрывается того, что называется человеческого творчества и вообще культурного творчества. Итак, прежде чем пойти дальше, я сейчас обращу внимание на еще один такой интересный нюанс, связанный вот с этими тремя аспектами – эстетическим, этическим, религиозным. Вот вы знаете, собственно, если брать произведение, еще одно литературное произведение XIX века, классическое, одно из гениальнейших произведений, Федора Михайловича Достоевского «Братья Карамазовы», то в этом произведении, само название которого говорит само из себя «Братья Карамазовы», у нас есть вроде как три брата – Дмитрий, Иван и Алексей. И вот если так посмотреть сквозь призму на этих трех братьев, то вот этих призму сегодняшней темы, сегодняшней лекции на этих трех братьев, то мы увидим любопытную вещь, что брат Дмитрий – это, можно сказать, в трактовке того же Киркегора, это будет человек эстетический, брат Иван будет человек эстетический, а брат Алексея будет человек религиозный. Мы видим, что тот же самый Дмитрий Карамазов ведет себя, так сказать, как человек страстный, так сказать, эмоциональный, которому именно господствует чувственная сфера. Тот же самый брат Иван ведет себя, напротив, как человек рассудительный, разумный, мышление которого очень критично, он постоянно во всем сомневается, он пытается все этим мышлением, так сказать, переварить, да, и в соответствии с этим делать соответствующий свой выбор на основе. То, что касается брата Алексея, то брат Алексея – это человек, который живет верой, который живет своими, скажем так, сверхразумными ценностями, религиозными ценностями, и, в общем-то, даже в каком-то смысле, опять-таки, возвращаясь к человеку религиозному, как он ведет у Киркегора силы абсурда. Человек религиозный по Киркегору, который существует прежде всего силой абсурда, казалось бы, для внешних людей, которые смотрят на него, ну, конечно, здесь Киркегор так иначе ассоциируется с высказыванием Тертуляна, с небезвестным, да, верю ибо абсурдно, хотя Тертулян, конечно, этого не говорил, но просто там более длинное такое витиеватое высказывание Тертуляна, что распят сын Божий, это постыдно, именно потому что достойно стыда и так далее, оно в итоге, так сказать, является таким абсурдным, что ли, суждением, и человек религиозным является человек, который, можно сказать, со стороны, кажется, действует силой абсурда, потому что он выкраивается из разумных порядков рациональных, которые, ну, привычны для данного общества. Ну, опять-таки, интересный такой вопрос, и я так думаю, что вот эту проблематику, кстати, ну, как бы, об Алексее, об Иване я немножко подробнее скажу в следующий раз, Карамазову, когда буду раскрывать вот проблематику легенды великого инквизитора, вот, а сейчас, вот, удержав, удерживая все то, что я сейчас сказал об этих вот вещах, я вот этой типологией, да, человека, соответственно, и, как бы, проецируя это, собственно, на культуру, я немножко скажу о вот этих, собственно, аспектах или об этих уровнях. Первый уровень, который мы называем уровнем эстетический, ну, понятное дело, что слово аэстетика, эстетикос, это греческое, древнегреческое происхождение слова, оно означает чувствующий и способный чувствовать. И человек, который, ну, является действительно человеком таким чувствующим, который живет чувствами, который живет страстями, он может полным правом называться человеком эстетическим. Хотя в современном смысле слова эстетика и человек эстетический, это значит все-таки немножко другое. Мы скорее эстетику, эстетическое, сейчас уже соотносим с тем, что называется сфера искусства, художественного творчества, и в то же время, конечно, надо прекрасно понимать, что сама сфера художественного творчества, сфера искусства, она прежде всего укоренена в том, что называется в чувственной сфере человека. Искусство, оно на чувственном, эмоциональном, бессознательном даже, я бы сказал, уровне воздействует на душу человека, и человек переживает катарсис, должен переживать, то есть некое очищение души, некое такое, что ли, откровение внутреннее, чувственное ему данное. Слово эстетика, его именно в этом смысле, как некая, что ли, философия искусства, стал использовать, или теория искусства, стал использовать и Баунгартен, Александр Баунгартен, немецкий философ, в середине приблизительно XVIII века. Ну и после этого потихонечку у нас вот эта, скажем, терминология, что искусство, это есть прежде всего, то есть эстетика, это есть прежде всего некая философия или теория искусства, ну и вообще все, что связано эстетическое, есть то, что связано с искусством, с художественным творчеством. Это с тех пор у нас так и закрепилось. Да, там, разумеется, есть, безусловно, определенный, так сказать, набор категорий в культуре. Ну это отдельная, конечно, большая тема, наверное, чтобы, я не буду вот про эти все темы сегодня подробно, так сказать, рассказывать, потому что это, как бы, действительно тема, наверное, вообще отдельных предметов, да, например, эстетика, это отдельный предмет, да, вот у него можно ввести вот такое введение, которое я сейчас дал, да, а потом уже, собственно, рассказывать там об эстетических концепциях, там, о понятийном аппарате соответствующем, ну сейчас я так буквально вскользь скажу несколько слов. То же самое, наверное, об этике, да, и я тоже сегодня скажу несколько таких вводных слов, а подробно разбирать не буду, конечно же, потому что требует, то есть этика, это действительно отдельный предмет, который нужно разбирать, такая сфера, по большому счету, культура, да. То же самое можно сказать о религии, ну, конечно, там, например, о религоведении, например, ну, там, теории религии, вот, или философии религии, то есть у нас это отдельные предметы, отдельные дисциплины, вот, которые, как бы, ветви того, чего мы, о чем мы сейчас рассуждаем. Ну, несколько слов вот об этих веточках я расскажу, собственно, скажу несколько слов, собственно, тот же самый. Ну, взять, например, ключевые понятия той же самой эстетической сферы, эстетики, да, это, например, понятие красоты, да. Вот. У нас вообще, честно говоря, очень много понятий есть, да, в нашей жизни, о которых, которые, кажется, самые очевидные, а попробую их определить. Вот понятие красоты, такое простое, казалось бы, понятие, да, ну, всем ясно, я попробую ее определить. Вот сколько там, собственно, философов про это что-то писали. Ну, я, например, пытаюсь так ее определить, опять-таки не претендуя на некую такую, что ли, истину в последней инстанции, просто в порядке такого предложенного вам определения, что красота – это характеристика объекта или образа, доставляющая чувственное удовольствие или состояние счастья, и состояние счастья при созерцании этого объекта или образа. Характеристика объекта или образа, доставляющая чувственное удовольствие или состояние счастья при созерцании этого предмета или образа. То есть красота, вот действительно человек видит что-то и уже безотносительно каких-то там собственных корыстных интересов или чего-то еще, он, так сказать, воспринимает это как нечто красивое. Он, наверное, прекрасный, тоже есть такая категория, которая предполагает некую, что ли, прежде всего, нечто, наверное, какую-то внутреннюю чувственность, внутреннюю красоту. Вот, какой-то тоже Кант, прекрасный символ нравственно-доброго. Вот, то же самое можно сказать, например, ну а можно как противоположно сказать красивость. То есть это внешне вроде как красивое, а в действительности, по сути, ты видишь то-не-то. Например, знаете, вот можно про человека так же сказать. Вот есть люди, которые, скажем так, внешне вроде красивые, да, а потом оказывается, что внутри, так видишь, прям сквозь них просвечиваешь, сквозь лица, сквозь по глазам, ты видишь, что как бы это совсем как бы человек, мягко говоря, внутренне некрасивый. Вот, бывает так, что человек, то есть как бы красивое лицо у нас кажется вроде как даже каким-то неприятным, да, или так наоборот, что человек, вот например, ты видишь, что он вроде как некрасивый внешне, да, видишь, что сквозь него светится что-то такое, наоборот, условно говоря, нравственно-доброе. И как бы вот это неприятное вроде как казалось бы некрасивое лицо вдруг пристает, действительно как бы понимаешь, что этот человек красивый. То есть в этом плане есть такие нюансы, да, вот, какие-то вот тонкие такие грани, которые туда-сюда как бы балансируют в этих понятиях. Ну, конечно, здесь мы, когда говорим об эстетике, мы не можем, предположим, там сказать, не можем, наверное, не сказать там о том, что называется, о вкусе, да, что эстетика, конечно же, это предполагает определенный вкус, то есть способность некого такого суждения о той же красоте, о прекрасном, да, вот, свое своеобразное суждение, стиль соответствующий, да, как единственная некая форма и содержание, вот, и как вот тот же, например, Жозанов, например, нехорошая мысль о том, что стиль это и есть то, куда Бог поцеловал человека. Вот, то есть само по себе тоже самые интересные такие темы, вот, это чувственное, то, что касается сферы искусства. Ну, понятное дело, что, когда мы говорим о культуре, мы обязаны, конечно, касаться и этого аспекта, художественного творчества. Теперь коснемся немножко того, что называется, ну, этическим. Этика, это тоже, как вы понимаете, древнегреческое слово. Слово этика происходит от слова этос, да. Этос, это прежде всего, ну, мы, кстати, про это уже, по-моему, с вами говорили, рассуждали раньше о том, что этос, это есть некие принципы бытия человека, его, так сказать, нрав, ну, буквально, если говорить нрав характер, ну, вот, если так в философском более смысле говорить, что это некие принципы бытия человека, да, его правила поведения, вот, и, собственно, от слова этика у нас происходит, то есть слово этос происходит слово этика. Правда, хочу заметить, что в древнегреческом языке, собственно, с этос имел не только два значения, а примерно два слова даже было, два этоса. Они немножко по-разному описались, один писался, одно слово писал через этос, через э, эту букву, так называемую, эту букву, вот, а другой через эпсилон, ну, как бы через е, ну, более, так сказать, мягкую. И само по себе получалось так, что вроде бы чуть-чуть по-разному произносимое слово, оно как раз говорило о нескольких разных аспектах, казалось бы, того же самое. То есть, условно говоря, о принципах некого бытия, то есть, или нрава, характер, характерных особенностей. Вот, например, этос, который писался через эту, с придыханием даже, как бы, хэтос, да, это есть то, что называется этос личный, а который был другой этос, через эпсилон, который писался, это, этос общественный. Вот, то есть, некие принципы бытия общества, его нрав, характер, его обычаи, традиции, да, устои этого общества. Вот, само по себе, эти два этоса, они, вроде бы, ну, как бы одно и то же, казалось, а в действительности между ними может возникать коллизия. Вы прекрасно понимаете, что есть, например, противоречия между этосом общественным, да, могут быть, и этосом личным. То есть, человек может быть, таких специфических своих принципов моральных, нравственных, да, и в этом плане, как человек нравственный, как человек, который есть совесть, он входит в определенное, этос, то есть, да, как нечто устойчивое, да, такое, кристаллическое решет, как я ее называю, бытие человека. Входит в противоречие с господствующим этосом общественным, да. И это часто бывает, я бы, в большом счете, называю это основным этическим противоречием. Потому, противоречие, одно дело, когда человек безнравственный совершенно, не входит в противоречие с общественным отрасом, это одна проблема. А когда человек нравственный, и именно совесть ему говорит, то есть, совесть заставляет его поступать именно так, как он поступает, а это обществу, скажем так, его морали не нравится, то, разумеется, здесь возникает противоречие. Вот, кстати, такой нюанс, собственно, хотел бы еще заметить, что у греков было два понятия, этоса и патоса. То есть, этос, это нечто устойчивое, да, как понималось, да, а патос, это нечто текучее, то есть, пафос. Страсть, там, чувства разные, вот они, бессознательные потоки. А вот этос, это некая кристаллическая решетка, как камень, как такая, нечто устойчивое в этом потоке, и все течет, вот эта гераклицская река, это пафос, да. И в этом пафосе у нас есть то, что называется своего рода этос. И, по сути, человек с этосом, он иногда действительно течет, вот, прошу прощения, плывет против течения. Вот, даже есть такая метафора, собственно, вот, если вы видите щепки, которые плывут по воде, вот вы смотрите на воду, на ручеек, да, и вот этот ручеек, эта речка, она несет некие щепочки. И вдруг вы видите, что одна щепочка, казалось бы, поплыла, стала двигаться в противоположную направлению, течению. Вы какой сделаете вывод? О том, что эта щепочка живая. Правильно? Вот, так же и человек. Вот, он уплывет по течению, вот, условно говоря, он в этом смысле, как, наверное, в каком-то смысле даже спит, как человек, как личность, да. А вот, когда он поплыл чуть-чуть против, да, где-то, как-то, вот, своеобразно, да, даже, может быть, и не то, что против течения, а, вроде, даже и пусть по течению, но как-то немножко вбол, да. То сам поплыл, да, то можно сделать вывод о его жизни. Вот. Вот, здесь хотел бы еще один нюанс затронуть, связанный с этими двумя этосами, такие понятия, как мораль и нравственность. Вот. Обычно понятия мораль и нравственность, они полагаются на ксинонимы. То есть, по большому счету, и то, и другое есть, скажем так, набор или система определенных правил поведения личных или общественных. Какого этоса? Вот. А это важно, кстати. И поэтому, ну, обычно, кстати, в этике, если возьмете часто учебники, там, какие-нибудь пособия, справочники, книги, там это почему-то вот развлечение, оно бывает, кто-то его различает, делает это развлечение, там. Но вот как-то вот, ну, что ли, редко и как-то вскользко. А, я считаю, что это основная вещь. Одна из основополагающих здесь вещей. И поэтому для этого нужно создать мораль. Например, употребляют. И как вот, или там нравственность. Я вот считаю так, что, когда я говорю о нравственности, я скорее имею в виду личный аспект, личный этос, индивидуальный этос. Когда я говорю о морали, я говорю об этосе общественном. И в этом плане получается такая, ну, как бы более, наверное, понятная вещь сразу становится. То есть, нравственность это личная, мораль общественная. Этос. Здесь, правда, еще может возникнуть противоречие одно, потому что, собственно, в русской философии все-таки вот это именно использование понятия нравственности в отношении личной, личной, так сказать, прошу прощения за тавтологию, нравственности, совести, да, какого-то личных принципов нравственных, это как раз действительно вот свойственно русской философии. Но если о морали, как то, что называется общественного чего-то, обозначение общественных каких-то порядков, это относится к вот этому общественному этосу. Это в русской философии, в русской традиции. Но если брать, например, немецкую традицию, там вещь немножко другая. Там наоборот. Там нравственность, по-моему, там язык влекает. Она обозначается как именно общественную. А мораль, наоборот, как личная, как индивидуальная. Вот. Тут, может быть, возникнет такая коллизия. Ну, просто потому что, видимо, немецкое понятие, оно возникло не от слова нрав, как человек. У нас-то нравственность от нрав, а слово нравы. Как у нас обычно говорят, о времена, о нравы, о темпера, о мороз. Кстати говоря, вот когда Цицерон переводил вот эти греческие тексты на латин, в латы, то он перевел этос как мороз. А мороз, это прежде всего, он не нрав, а нравы. И поэтому вот этот индивидуальный, личный этос, такой индивидуальный, греческий, древнегреческий, специфический, он приобрел в Риме характер вот другого этоса, который общественный. И получилось, а в Риме-то там все в этом смысле заточено на вот эту, условно говоря, такую общность, империю. И там на какое-то сообщество, так или иначе. Вот этот индивидуальный, личный этос, он приобрел характеристики вот чего-то общественного. То есть мораль стала исключительно делом не личного выбора, а общественного. То есть само по себе получился некий сдвиг такой, смысловой. Как раз вот характерный сдвиг связан именно с различием того, что называется смысла, таких основных смыслов, или, так сказать, культурного кода, как говорят, да, вот, мировоззренческих такой матрицы, мировоззренческой матрицы Рима, в отличие от мировоззренческой матрицы Эллады, да, древнегреческой. Здесь, правда, еще хотел один нюанс, в этом смысле говоря, об этосе затронуть. Вот у Гераклита, нами уже известного, нам уже известного философа, тоже одного из моих любимых философов, есть такая фраза, это с даймон-человеком. Если его буквально так произносить, ну, по-гречески это с антропа даймон, вот, и в чем он заключается, эта фраза на русский язык перевести, как ее. Ну, даймон-то дух, да, вот, дух человека. Аэтос. Можно перевести, конечно, нрав дух человека, но как-то вот, понимаете, вот, видите, у нас как-то вот эти все, ну, понятия, которые есть в культуре, в нашей, там, в нашем языке, и, собственно, в сопоставлении с тем же Древней Грецией, или там, с тем же Римом, например, или там, с Западной Европой, они будут очень сильно, так сказать, играть, они будут в таком смысле, что менять свой смысл. Вот, и когда мы, я иногда берешь какой-нибудь, иногда беру какой-нибудь справочный такой, предположим, по этике, и там видишь такую фразу, гераклитскую вот эту, даже вот сборник афоризма, да, он часто, эта фраза гераклита в этих сборниках присутствует, например, там, нравственность, бог, человек. Ну, это вообще, как бы, не знаю, никуда, не знаю, как это было, так, сикость-накость переведено вообще, вот, ну, просто слов не остается, да, вот, ну, если уж Даймон перед как бог, это вообще, как бы, вершина. Да, ну, собственно, понятно, можно сказать, говоря вслед за тому же Даймону Сократа, то есть его голос, его совести, в большом счете, голоса бога в нем, да, что вот это, как бы, голос бога. Но, простите меня, вот эту цепочку надо выстроить еще, как бы, серьезно, истолково эту фразу. Поэтому дух, да, у человека, понятно, что дух, а что такое это? Ну, да, это его определенные, как я уже сказал, принципы бытия человека, обычно говорят, да, вот, собственно, у человека есть принципы, значит, у него есть дух, да. Его трудно сломить, вот, как некий такой человек, у которого есть дух, не просто там какое-то такое витание в облаках, а наоборот, такая твердость, устойчивость, такая стоическая твердость, противостояние, там, врагам, там, всяким, можно сказать, страхам, и все, соблазнам, и всему прочему. Вот это все на него давит, а он, нет, не сдается, и вот дух проявляется, и там, дух, как в волях победе, например, да, вот он. Поэтому в данном случае, я думаю, что слово этос, его, наверное, ну, даже переводить на русский язык так не нужно, каким-то другим словом, просто говорить по-гречески этос, нам можно сносочку передать, например, что это такое, этос, вот, дух человека. Это становится понятно, да, вот, человек, вот он, такой вот, который есть этос, ну, это не щепка, которая течет по течению, а которая течет, которая сама плывет туда, куда надо, против течения даже можно. Вот, и, ну, это не значит, что надо быть все время против течения, нет, надо просто быть лично самому, а уж ты сам делаешь свой выбор, куда тебе плыть, в каком направлении, а не, как щепка по волну. Вот, такой вот, мне кажется, здесь важный нюанс, ну, и, соответственно, от слова этос, Аристотель производит слово этика, да, и этика, это есть своего рода искусство воспитания этоса, да. Но, кстати, хотел бы еще заметить такую нюанс, что вообще в греческом, вот этой, так сказать, смысловых рядах, собственно, этоса, да, переводится как место пребывания, да, как твое жилище, то есть вот такие тоже смысла там есть. И тут же, конечно, у нас отсылочка вот к этому Аристотелю, который мы сейчас вспомнили, к его топосу, да, по сути, ключевому понятию Аристотеля. И получается так, что здесь у нас этос, это есть, по сути, то место, да, которое есть, и настоящее место человек, которое он может, так сказать, должен занимать в этой жизни, вот, найти это свое место. То есть тут как бы многие у нас уже много таких сразу отсылочек к китайской философии, там, и к даосизму, с одной стороны, с другой, к конфуцианству, да, но это тоже интересные отсылки, о которых, наверное, нужен свой разговор, если мы будем рассуждать уже, собственно, об этике, да, об этих проблемах. Ну, в данном случае я как бы просто закруглю эту тему и скажу, что этику Аристотель произвел вот как некое такое искусство своего рода воспитания в себе этоса, взращивание в себе этоса, по большому счету искусство самовоспитания. Вот, ну и там, конечно, у греков это связано с чувством меры, с гармонией и так далее. Вот такая интересная вещь, да, ну, а, собственно, кстати, ну, гармония это то, что называется единством противоположность. Вот, ну, Аристотеля, кстати, буквально два слова еще скажу, что у него этика, это и есть этика эвдемоническая, да, то есть человек по его мысли стремится к счастью, но здесь опять-таки возникает опять-таки вот этот вот сбой смысловой. Прошу прощения, ведь когда мы с вами говорим о, предположим, эвдаймонии, греческом понятии, то это же буквально эо, это приставка, обозначающая, как бы первая часть слова, точнее, обозначающая что-то благое и хорошее, ну, а вторая это даймон, это дух, собственно, да. То есть буквально это благое и хорошее состояние духа. А русское слово счастье не тянет этих смыслов, да. Там нет этого, там, он более материальный, твоя часть, участь. Ну, кстати, если участь, то это как бы связано с топосом. Вот как бы таким кругом интересно, да, наверное. Ну, опять-таки, развивать эту тему сейчас не будем, потому что, как бы, просто обозначу вот эту пунктирную линию таким направлением, вектором, что здесь хорошо можно интересную тему развить. Но само по себе надо понимать, что для Аристотеля то, что называется, на русский язык переводится как счастье, это благое состояние духа. Вот, например, собственно, взять, например, то же определение счастья, да, ну, что это такое, да. Да, опять-таки, вообще, неопределимая вещь. Ну, кстати, я бы так, если бы в русле сегодняшней нашей лекции определил бы это следующим образом, что счастье – это гармония, внутренняя гармония человека. То есть вот этих трех его частей, да. Эстетической, этической, религиозной, чувственной, разумной, сверхразумной, да. Вот, и соответственная гармония с внешним миром, микрокосмосом и макрокосмосом. Вот, наверное, что можно назвать счастьем в таком, так сказать, в простом самом виде. Ну, кстати, здесь опять, возвращаясь к эстетике, я думаю, если так вернуться, то, понятное дело, что обычно у нас слово счастье, там, то же самое, красота, у нас как бы закругляется таким термином, понятием, как любовь, да, тоже вполне эстетическим, но хотя, которое пронизует все. Вот эти этажи культуры, этажи человека, о чем мы сегодня говорим, и тоже, кстати, слово вообще как бы очень трудно определимое. Но я в данном случае, наверное, рискну определить любовь как переживание счастья и радости другого, как своего собственного радости и счастья. И аналогично переживание страдания другого, как своего страдания. Вот это и тогда любовь. Ну, а то, что у нас обычно люди называют любовью, это, конечно, никакая не любовь, а, скорее всего, жажда власти при правильной половым влечением, или катализированной половым влечением. Это, конечно, к любви не имеет никакого отношения. Вот. Это тоже отдельная, кстати, интересная тема. Ну, вот про... Если, конечно, интересно, так как раз вот можете записать это определение, что такое своеобразное определение любви, что любовь – это переживание радости и счастья другого, как своего собственного радости и счастья. Ну, и, соответственно, переживание страдания другого, как своего страдания. Вот. Такое вот определение можно взять. Ну, само по себе, конечно же, ну, сказав о любви, можно перейти к религии. Но, кстати говоря, прежде чем перейти к религии, уже, собственно, к третьей части нашей сегодняшней лекции, да, я бы хотел сказать несколько слов, все-таки важных, как раз, об этике, которые нельзя не обойти, и, собственно, от которых будет специфический переход на религию. Вот смотрите-ка, в религии, то есть, вообще в этике есть, существует такое золотое правило. Как-то я говорю об этике и не сказал практически о главном золотом правиле. Ну, золотое правило, все знаете, да, что звучит следующим образом. Поступай с другими так, как хочешь, чтобы они поступали с тобой. Это такая положительная трактовка. Есть, правда, отрицательная трактовка этого золотого правила, не делай другим того, чего не хочешь, чтобы делали тебе. Ну, в принципе, это и другая вполне приемлемая. Вот. Золотое правило, оно есть и в Евангелии, оно есть и в других учениях этических и религиозных. То есть, оно, как бы, довольно распространенная вещь. Вот здесь я просто хотел бы сказать несколько слов относительно того, как, например, специфика его понимания. Вот, например, если взять западноевропейскую традицию. Конечно же, обычно, когда мы говорим о западноевропейской этике, мы с ним знаем этику Канта, прежде всего. И его, даже не учение его там автономной и гетерономной этики, это отдельная тоже тема интересная, да. А его трактовку, вот, собственно, автономной этики, каков должен быть, как звучит основной его этический принцип, который называют категорический императив. Ну, мы даже можем записать это название категорический императив Канта. Это своеобразная такая, не трактовка даже, а, условно говоря, в кавычках, усовершенствование по Канту этого золотого правила. Оно звучит следующим образом. Поступает так, чтобы максимума твоего поступка могла в то же время быть всеобщим законом или всеобщим принципом. Но максимум – это некий закон-принцип. Давайте я скажу еще раз. Поступает так, чтобы максимума, ну, или правила твоего поступка могла быть так же всеобщим принципом. Поступает так, чтобы максимума твоего поступка могла быть так же всеобщим принципом. Ну, там еще есть другая трактовка этого категорического императива. Оно звучит там «относить другому человеку только к цели, а не как к средству». Но мы сейчас этого не берем. Мы берем вот это определение. И вот здесь очень интересный момент. Вот смотрите-ка. Сказывается здесь прямо ярко, сказывается вот эта западноевропейская специфическая воля к власти. Да, о которой, помните, Шпенгель замечательно сказал, не знаю, говорил вам эту фразу или нет, что вот, собственно, западноевропейский человек пребывает под влиянием, находится под влиянием такого огромного оптического обмана. Что здесь всегда чего требуют от других. И этика как раз западноевропейская это есть, и этика такого рода повиновения, да, своего рода требования от других чего-то. И вот само по себе это есть такая проекция меня, как вот, на всех окружающих. И вот Кант даже вот, ну не может, по большому счету, себя сдержать в этом отношении. Посмотрите-ка, если я руководствуюсь золотым правилом, я смотрю на другого человека и понимаю, что если я его ударю по голове, то, разумеется, в рамках золотого правила, мне же будет неприятно, если кто-то другой меня по голове ударит, правильно? Вот, все, я говорю, нет. Я, конечно, поэтому воздерживаюсь от этого и не бью другого по голове. Вот, делаю другому человеку что-то там хорошее, да, приятное, и думаю, что она, значит, так, ну, значит, мне хорошо будет то, что, может быть, как-нибудь кто-нибудь сделает. Ну, а здесь-то что получается? Здесь совсем другая вещь. Здесь у нас выходит так, что я не бью другого человека по голове, потому что, если я, например, бью другого человека по голове, я тем самым, вроде как, разрешаю всем остальным это делать. Ну что, и все будут друг другу по голове бить? Понимаете, я сразу проецирую свой поступок, вольно-невольно, на всех. А это вообще, честно говоря, вот это как, почему, на каких основаниях, простите. Вот Бердяев, например, кстати говоря, русский философ, который он говорил, он же ведь этот момент очень хорошо подметил. Он говорил, что вот евангельская этика, но по большому счету, когда он, Бердяев, говорит о евангельской этике, по-моему, он в книге это говорит, опыт парадоксальной этики, вот, то там как раз он, вот это, то, что он называет евангельской этикой, он говорит, по сути, о своеобразном таком специфическом русском мировоззрении, но в принципе, которое в данном случае вполне соотносимо с евангельской, потому что евангелие так оно и есть, по сути, да. Я должен поступать обратно к категорическому императиву, а всегда индивидуально, поступая всегда индивидуально, безотносительно вот этого всеобщего закона, который ты устанавливаешь в рамках этого категорического императива. А вот, как раз вот, по большому счету, об этом же еще митрополит Илларион говорил в 11 веке, да, киевский, о том, что, как раз вот в свое знаменитом слове о законе и благодати, да, в противоположении христианского новозаветного, новозаветной благодати, вот это заветному, ну, как предполагаю, даже хазарскому закону. То есть, само по себе это такой интересный момент, кстати говоря, который очень как раз характеризует специфическую русскую подход, этический, русскую вольницу, волюшку, да, волю как волю от власти. Я, смотрите, я всегда, когда совершаю какой-то поступок, я всегда должен руководствоваться своей совестью и сам лично решать нравственно, вот в каждой конкретной новой ситуации, потому что ситуация всегда будет совершенно иная, чем была вчера. Вот это очень важный момент. Нет, от знаковых ситуаций в мире не бывает. И поэтому, когда я встречаюсь с какой-то нравственной проблемой в своей жизни, сегодня, завтра и послезавтра, я должен решать ее индивидуально, всякий раз заново. Вот в чем суть, например, в данном случае этики, которую озвучивает Бердяев, о которой есть суть русской, так сказать, русской этики, по сути, евангельской тоже, да, которая, условно говоря, противоположна вот икантовской законнической этике. Вот. Такой своеобразной, которая волей-неволей проецирует эту волю к власти на всех. Ну ладно, это такой маленький интересный нюанс. Давайте теперь, собственно, перейдем к религии. Само слово религия, оно, конечно, тоже латинского происхождения, как, собственно, само слово культура. Религия означает некое... Да, кстати, вот такой маленький нюанс. Опять-таки, понимаете, само слово религия, оно имеет несколько таких, скажем, смысловых нюансов, которые нам позволяют его разграничить, которые, как бы, очень сильно друг от друга отличаются. Например, если взять нюанс первоначального этого слова, религия, как оно было в древнеримской культуре. Ведь в Риме что? В Риме... Рим, как мы уже сказали, уже это империя, да? И такое имперское мировоззрение, где вот общак, да? Общество первичное в каком-то смысле. Не просто оно первично, а оно тотально первично, да? Вот. И над... Не то, что над индивидом, а скорее над индивидуальностью. И в этом плане получается такая интересная вещь, что религия, ну, если буквально прийти это слово, оно переводится как связь какая-то, перевязь. Вот. И буквально. Возникает... Ну, конечно, у нас сразу человек возникает ассоциация, что это есть вот в нашем современном понимании связь с Богом, да? С чем-то там сверхъестественным, там, с духовным. А нет. Здесь это не совсем так. Даже, можно сказать, далеко не так. Дело в том, что, как мы сказали, это империя. И, как вы помните, в Римской империи у нас имело место много разных культов. Там не было одного культа. Потом, собственно, христианство уже в самый поздний период утвердилось, но это уже было совсем-совсем на закате Римской империи. До этого это было значительное количество разного рода культов. Множественность совершенно, можно сказать, действительно неисчислимой, наверное. Вот. И те или иные люди, те или иные сообщества, по большому счету, народы, они, прежде всего, квалифицировались, как относящиеся к той или иной религии, к тому или иному культу. И в данном случае религия означала, прошу прощения, прежде всего, связь с тем или иным культом. То есть, условно говоря, ты какого культа будешь? Да? Так, условно говоря, ты чьих будешь, да? Так и здесь. Ты какому культу принадлежишь? То есть, условно говоря, какому народу ты принадлежишь? Вот что такое религия. Религия – это одновременно, так сказать, национальная идентификация, прошу прощения за современный термин, может, немножко здесь неуместный, да? Но в данном случае это как раз именно религиозно-национальная идентификация. Ты как раз соотношишься с культом, да? Значит, ты такому народу принадлежишь. Вот религия что такое. Ну, а в современном смысле я хочу сказать, что да, в более современном смысле, это некая связь, наверное, с чем-то сверхъестественным. Вообще, наверное, так, религию в современном смысле, еще раз говорю, можно определить как некую мировоззренческую систему, предполагающую веру в наличие некого сверхъестественного существа, или там сверхъестественных сущностей, богов и так далее, вот, и соответствующих им культ. И соответствующих культов выхода нашей. Ну, давайте напишем, да? Собственно, религия. Пишем. Что религия – это мировоззренческая система. Религия… Сегодня здесь холодно как-то, да? Вот. Религия – это мировоззренческая система, предполагающая веру в наличие некого сверхъестественного существа, там можно сверхъестественного существа, там скобочка, сверхъестественных сущностей, богов, демонов и так далее. Богов-духов, лучше сказать, да? Сверхъестественных сущностей, богов-духов, ну, или одного бога, если у нас мантеизм. Богов-духов, соответствующим культом выход на шею. Ну, там, обрядом и так далее. Соответствующим культом выход на шею. Помните, там, обратите внимание… Ага, записали. Ну вот, значит, собственно, обратите внимание, что, когда я говорю, давал это определение, там проскользнулось слово «вера». Иногда даже у нас религию различают с верой так кардинально, что есть религия – есть вера. Религия – это некий культ, да? Вот, некий, так сказать, общественно установленный культ, да? А есть вера, она личная, да? Вот это проблема будет, когда, собственно, нет веры. Вот самое главное – это вера, конечно. Потому что без веры все. Это просто такая, что ли, такая фантасмагория культовая, которая ничего не значит, смыслов нету, там смыслов нету. А вот вера дает смысл. Вот вере смысл. Поэтому, в принципе, конечно же, эти вещи так тесно взаимосвязаны, неразрывно. Вера и религия, да? Вот. Но они могут расходиться, безусловно. Есть личная вера, и есть то, что называется религиозный культ. То есть тоже такой тонкий нюанс, который можно тоже иногда, так сказать, не то, что можно, а, наверное, нужно при исследовании учитывать. Вот. И, кстати, еще один маленький важный момент, можно сказать, наиважнейший здесь момент, связанный с религиями, это то, что называется вот то развлечение, которое ввел Фрейзер, такой английский исследователь религии, культур, древних обычаев, обрядов, магии. Вот. Своей знаменитой книги «Многотомная золотая ветвь», вышедшей в самом-самом конце 19 века. Вот. И Фрейзер провел такое развлечение между тем, что называется религией и магией. Вот. Напишите, пожалуйста, религия и магия. Вот еще один смысл слова «религия». Посмотрите, да, нюанс, точнее, смысловой. Вот у нас римский нюанс, потом уже обычный такой, то определение, которое я вам дал. И вот у Фрейзера. У Фрейзера в этом смысле религия выступает, скорее, как некое, знаете, тоже такой, тоже имеет свой специфический смысл. Он даже вот вводит это понятие, наверное, специально, чтобы различить вот эти два полюса своего рода вот этих отношений человека с некими сверхъестественными сущностями, да. Вот с этой, со сферой сверхразумного, да, с вот этого сферы сверхчувственного, мистической сферы, да, как сказал, например, Бердель. Вот. Бердель, кстати, в этом отношении вполне так не то, что солидаризируясь с Фрейзером, а как бы рассуждая в том же ключе, различал мистику и магию. Но это отдельно. В принципе, то, что вот Фрейзер в значительной степени называет религией, соответствующее изменение Бердель называет мистикой. Хотя, конечно, здесь тоже есть свои нюансы, но мы сейчас не будем этого касаться. Ну, мистика, вы помните, мы говорили про это, что мистика это из своего рода такое, что ли, сокровенное у Бердяева, по Бердяеву, да, то есть самое сокровенное, такие личные переживания, чего-то сверхъестественного, некое личное откровение, ну, как бы вот то, что, наверное, соотносится вполне со словом веры, да. А вот здесь мы как раз у Фрейзера немножко другой, да. Ну, вполне соотносимы. Значит, давайте посмотрим, что Фрейзер у нас называет под религией, да. Вот. Мы, в принципе, сейчас вот то определение религий, которое мы выше давали, да, что это некая мировоззренческая система и так далее, мы его немножко так уточним здесь. То есть, что такое, по Фрейзеру, религия? Религия – это мировоззренческая система, так же все пишем, как-то там писали, предополагающая веру в сверхъестественную сущность, да, там, в Бога, например, да, и так далее. Вот то, что мы писали определение, так же упишется, но сейчас мы сделаем одно уточнение. Предполагающие веру в сверхъестественную сущность, в Бога поставили три точки, там, Богов, Духов и прочее, да. Вот. Соответствующим культом, разумеется, да. Соответствующим культом. При этом полагая Бога, ну, и там, в скобку, что дальше мы написали, при этом полагая Бога и человека свободными. Это очень важно. Вот у него связка, религия – свобода. Отличие от магии, о чем мы сейчас будем говорить. Бога и прочие сущности. То есть, если здесь вот у нас какой-то политеизм или что-то еще, такого рода вера, свободными. А теперь пишем магия. Кстати, про магию мы, помните, с вами рассуждали, когда говорили про, в самом начале давно еще, про знаки, точнее, про символы, да, культуру как семиотической, символической системы, да, там, магию мы употребляем. Фрезер вспоминали, да, с его, тем, что называется, с контагиозной магией, с гомеопатической. Вспомню, вспомню, давай. Сейчас это нам будет, кстати, не лишним. Как бы подспорье некоторое. И магия что такое? Магия – это мировоззренческая система, так же пишем все дальше, да, предполагающая веру в богов, там, духов и прочее, да. Все так же пишем, как там. Предполагающая веру в богов, духов и прочее. При этом, утверждая их подчиненность, их подчиненность, то есть этих богов, как и человека, да, их подчиненность, как и человек, человека тоже, да, определенным обрядом и ритуалом. Их подчиненность определенным обрядом и ритуалом. Кстати, вспоминаю, здесь, знаете, вот, сейчас вот поясню. Мне вспоминается в этом отношении, помните, у Хомякова Алексея Степановича, да, его учение об иранстве и кушистстве. В значительной степени, кстати, то, что Хомяков говорит об иранской религии, иранского типа, это, собственно, религия по фрезеру. Там и человек мыслится свободным, и бог мыслится свободным в отношении друг к другу. А здесь кушистство, у него как раз вот есть то, что мыслится по необходимости. Подчиненной некой необходимости, жесткой необходимости, которая господствует над этим всем. Вот. И эта необходимость, конечно, здесь может, так сказать, ее можно перехватывать, некий маак, условно говоря, может перехватывать ее, совершать некие ритуалы, обряды, и тем самым манипулировать, хорошее, кстати, нарезье слово, да? Очень точное. Манипулировать другими людьми, манипулировать сверхъестественными сущностями, духами, стихиями, понимаете, да? Вот. Такая, что ли, кушистская модель. Кстати, манипуляция, если он уже употребил это слово, манипуляция, хорошо бы, конечно, прочитать свой курс по манипуляции массовым сознанием, по власти, да? Но манипуляцию просто определить, что это процесс достижения своих целей посредством других людей с использованием психологических и риторических различных приемов, воздействием на бессознательную сферу этих людей. Вот. Ну, для вас это не суть важно, просто поймите эту простую, что это процесс достижения своих целей посредством других людей, используя различные риторические, психологические приемы. но это в отношении людей, и тем самым воздействие на их бессознательную сферу, заставляя их принимать некие решения, некие поступки совершать, которые, может быть, и для них будут идти во время. Но для вашего целеполагания очень даже хорошо. То есть использовать их в качестве средства для достижения своих целей. В апрельке, вы же помните, нами упомянутого сегодня Кантовского категорического императива. Хотя, знаете, трактовка Кантова этих двух категорических императивов, она как-то, знаете, здесь какой-то блазница, как-то подмигивает, лучше так сказать, мерцает некое противоречие между двумя трактовками. С запретом на использование человека как средства, с тем, что называется, на вот это вот какое-то такое, что ли, простирание своей воли на всех прочих. Казалось бы, с благими целями, да, не делать другим каких-то вот гадостей, вот, в то же время, потому что и тебе может перепасть тоже, но, понимаете, все-таки как-то эта всеобщая законническая такая прострация, простирание, да, своей воли, она все-таки как-то вот волей-неволей, а как-то предполагает, это тянет, так сказать, подразумевает, использует других людей в качестве средства для достижения своих целей. Вот, вот так как-то. Вот, то есть смотрите-ка, когда мы говорим сейчас о религии и магии, то религия у нас, это своего рода такой, что ли, такая мировоззренческая система, которая предполагает и человек, и Бога свободными существами, то есть человек, в данном случае, обращаясь к Богу, обращается к Ним как к свободному существу, да, и в этом плане и Бог как свободное существо, соответственно, может либо там ответить человеку на его молитву, ну, если как бы в соответствии с каком решить сам. Вот, и человек тоже, Бог в данном случае не ограничивает человека, в христианстве тоже самое, это то, что называется, кеносис своеобразный, самоограничение Бога статей, такая интересная тема. Я, кстати, наверное, в следующий раз, когда буду рассказывать про великую инквизитора, я ее немножко разовью, потому что тема действительно интересная, само по себе, вот, он себя ограничивает так немножечко, соответственно, очень, да не то, что немножечко, а очень сильно ограничивает, да, вот, и как раз на этом и зиждется человеческая свобода, но и Бог как, собственно, свободного существа. Ни Бог, ни человек непринуждаемы друг другу, очень важно, а в магии все принуждаемо. Маг сделал какие-то такие манипуляции с чем-то, да, что-то там такое провернул, и, пожалуйста, собственно, стихи ему подчинились, дух ему подчинились, и другие люди ему подчинились, на основании, как выводит тот же Фейзер, контагиозной модели, метанимической или метафорической гомеопатической модели. Вот, все у нас так иначе подчиняется ритуалам. То есть здесь у нас, так сказать, тотальная система рабства, все в рабстве у всего, да, ну и ты достигнешь своих высот, да, когда ты сможешь там как-то защищаться от того, чтобы на тебя не воздействовали другие маги, другие существа, и так или иначе ты в этой системе, так сказать, можно сказать, какого-то такого, с одной стороны, власти тотальной, а с другой стороны, тотального рабства. Ну, они, кстати, взаимосвязаны, эти вещи, рабство и власть, одного нет без другого. Вот, причем самым причудливым образом здесь, как бы, реализуется. Ну и так, закругляясь в сегодняшнюю тему, скажу о том, что, естественно, религии, ну так, для общего, наверное, так сказать, надо сказать, понимания. Собственно, есть религии, то, что называется, национальные, как обычно их различают, да, и есть религии мировые, да, собственно, то, что называется религиями, мировые религии, это христианство, ислам и буддизм. Конечно, каждый из них требует отдельного, интересного, даже, может, не одно лекция, целого цикла. Вот, то же самое касается, ну и эти самые национальные тоже, в принципе, по-своему интересные, и тоже там много всего любопытно, взять тот же самый индуизм, например, да, по большому счету. Вот, здесь тоже очень много интересных таких вещей. Я, кстати, может, мы с вами потом еще так коснемся этих тем, потому что, ну, как бы, тема оказывается очень так грубо очерчена, и практически ничего я так сегодня не успеваю уже сказать вам, так в двух словах-то не скажешь, надо все-таки поподробнее как. Ну, может быть, как-нибудь у нас будет такая оказия, и я попытаюсь поподробнее сказать что-нибудь по этим темам. Просто вот скажу, что да, ну, сейчас завершаю тему, что, да, вот есть мировые религии, да, которые исповедуют не только какой-то один народ, хотя, помните, мы в Риме говорим, народ, значит, культ, да, определенный, да. А здесь уже, как бы, они вышли на некий такой сверхнациональный народный уровень, да, и многие народы так или иначе вписываются в ту или иную религию. Хотя, надо важно заметить, что, еще раз помнить, что каждая культурно-историческая система, она так или иначе основывается на некой своих основах, где-то в основании лежит определенная религия. Вот, и по большому счету даже, ну, вот эти конфессии, которые есть в христианстве, том же самом христианстве, протестантизме, православие, не говоря уже о более мелком делении, да, они так или иначе тоже предполагают очень такой специфический, кстати, вот субстрат для себя, связанный с народами, которые их исповедуют, да, и в этом плане в значительной степени является выражением таких, что ли, мировоззренческих матриц этих народов, и в самую свою очередь, конечно, формирует эти мировоззренческие матрицы, что тоже очень важно. Ну вот, наверное, на этой теме я, на этом я сейчас закончу сегодняшнюю лекцию, такую, может быть, несколько голопом по Европам, так сказать, пробегаясь, вот, общими мазками, но, с другой стороны, по-другому, наверное, здесь так и не скажешь, и наметив определенные, так сказать, пунктирные линии, вектора наших дальнейших, может быть, рассуждений, исследований по разного рода интересным темам. Ну что ж, спасибо вам всем за внимание. Все.